Минувшей ночью в аэропорт Магаз прибыл бизнес-джет, доставивший из Шанхая в Ингушетию представители китайской энергетической компании CEFSS. Встречали гостей из Поднебесной представители аппарата правительства и Министерства финансов Ингушетии. Цель этого визита – налаживание экономического сотрудничества в сфере энергетики и поиск решений для инвестирования в экономику республики. Сейчас российско-китайские отношения находятся на пике своего развития. Мы под руководством председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина проводим жизнь политику одного пути и одного пояса – это возрождение шелкового пути. И мы очень надеемся развивать сотрудничество Ингушетии и найти здесь хорошие проекты. В соответствии с поручениями руководства страны у нас сотрудничество с Китаем, с китайскими инвесторами является в приоритете. И мы намерены помочь китайской стороне сделать Ингушетию пилотным и успешным регионом по привлечению и освоению китайских инвестиций. Напомню, что эта китайская компания является крупной энергетической структурой, имеющей подразделения в десятках стран мира. А ее персонал насчитывает 20 тысяч человек, и основная ее деятельность связана с нефтехимической промышленностью и сельским хозяйством. «Мы хотим сделать Ингушетию образцом развития российско-китайских отношений», – так оценил визит китайской делегации в регион советник посольства КНДР в России Хан Вэй. Перспективы российско-китайского сотрудничества обсуждались с главой Ингушетии, с предпринимателями из Востока. В 2013 году для привлечения инвестиций в экономику республики назначен уполномоченный представитель республики Ингушетия в Китае госпожа Ван Ли. На встрече с предпринимателями из Поднебесной Юнусбек Евкуров отметил, что республика уделяет особое внимание развитию нефтегазовой промышленности, и в этом направлении готова рассмотреть любые конструктивные предложения. Ингушетия обладает значительными запасами углеводородного сырья и другими полезными ископаемыми. Перспективно в сегодняшний день развитие сельского хозяйства, теплиц. Исполнительный директор нефтяной компании Цзан Чжан Чжун рассказал о том, что в корпорация Хуасинь входит 500 крупнейших компаний в мире и выразил готовность к взаимовыгодному сотрудничеству. В заключении, Юнусбек Евкуров подчеркнул, что развитие отношений с китайскими инвесторами для региона – приоритетное направление. Продолжение следует...